Этот двухэтажный дополнительный корпус общообразовательной школы номер 18 строится с 2019 года. На строительство государство выделило 43 миллиона сомов, но в связи с пандемией и резким подорожанием строительных материалов работа продвигалась медленно. На сегодняшний день 90% работы завершено. Планируется, что 1 сентября учебное заведение откроет свои двери ученикам. Всего до конца этого года по республике будет построено 100 современных школ. Из них 78 за счёт казначейских обязательств, 22 за счёт республиканского бюджета. Из казначейских обязательств на строительные работы выделено около 4 миллиардов 104 миллионов сомов. В сентябре и октябре в горных районах будут идти дожди и снег. Это создаст неудобства для строительных работ. Поэтому в ближайшие 4 месяца строительство будет идти полным ходом. Нам нужно ускориться. Хочу отметить, что в список упомянутых строящихся школ вошли и долгострои. С началом нового учебного года начнут работать следующие школы. В Чуйской области 12 школ, Баткенской 10, Джалабадская 20, Пысукульская 12, Нарынской области 8, Вожской области 30, Автолазской области 8 новых образовательных учреждений. Наша компания строит 3 объекта в Вожской области. В Наукате один детский сад на 100 мест и школа на 190 мест. Ведутся отделочные работы и благоустройство территории школы. Мы сдадим их к сентябрю. Третий объект – школа на 225 мест в Харасуйском районе. Сейчас строится второй этаж. Её сдадим в эксплуатацию 31 декабря. На эти цели нам выделили 134 миллиона сомов. Качество строящихся школ является первоочередной задачей. В связи с этим ведётся строгий контроль. Территории всех объектов оснащены видеокамерами. Работа каждого строителя контролируется в онлайн-режиме президентом, председателем Кабмина и министерством. Благодаря онлайн-карте выявлены первые нарушения закона. Подрядчиков оштрафовали на 125 тысяч сомов. На момент проверки мы проверяем согласно проекту. Если там согласно проекту не соответствует, либо неправильно колонну построили, либо ригели неправильно залили. Исходя из этого наша организация даёт предпоставление, либо обрушаем и устраняем на первоначальном состоянии. Исходя из этого, нами была инвентаризация, и после инвентаризации в нескольких участках, в нескольких областях было выявлено строительные нарушения. Чтобы объяснить строительным организациям их права и обязанности, госстрой собрал около ста подрядчиков со всех регионов. Их уведомили о том, что нет дороги для коррупции, а со стороны местных властей не должно быть никакого давления по отношению к компаниям. Если возникнут проблемы, они могут сообщить напрямую в госстрой. В целом, в этом году должны построить 694 соцобъекта.